итак друзья всем привет значит какая ситуация заснять как я делаю домашнюю колбасу не получилось именно процесс заснятия ну то я сделаю как-то там следующем ролику как получилось что я вообще попробовал сделать домашнюю колбасу была свиная голова весом пять килограмм мы ее не продали 5 килограммовая стоит 20 гривен килограмм то есть пять килограмм одна голова вышла ровно на 100 гривен я думаю возьму эту голову сделайте посадиться ну все то есть жир по убираю вещи к вины по обрезал убрал полностью и по выбирал где там больше мяса то есть сварил кинул эту в двух литровую баклажку это в литровую баклажку ну литровая вышла половинка то есть если на внизу сделал дырочки на стекло но может ли надо было больше пресса пресс делать но без пресса короче сделал и вот получилось сколько там тут примеру столько вот домашней колбасы вот кусок и вот кусок во первых сейчас хочу попробовать разрезать и хочу взвесить сколько вышло домашней колбасы это настоящее мясо туда нету тут и но есть немного сала и в основном мясо мясо свинина без всяких там а и получается чеснок и перец больше ничего нету и вот мне интересно за 100 гривен сколько я купил колбасы только настоящей домашней пускай она хоть и свинная голова там щеки жире пообретал выкинул а у его уже я съел а все остальное кинул на колбасу поэтому интересно сколько она сколько вышло мне на 100 гривен домашней колбасы с мясом ну и также посмотрим что сама за представляет сама по себе колбаса и попробуем ее как она в разрезе посмотрим какая и сможем ли мы такую купить там супермаркете или на рынке вот ответьте мне на этот вопрос мы сможем такую колбасу вот купить в магазине сейчас взвесим сколько она примерно зависит так нолики нолики вот смотрим нолики и попробуем взвесить запах чесночка и перчика больше ничего нету и вот это но это по вы получилось пол баклажки литровый тут и дырочки сделано стекло тут еще не выравнивал так что у нас здесь вышло 60 5 так что то не то 0 5 кг максимум так что 554 грамма 1 702 грамм 1 килограмм 700 грамм то есть почти два килограмма я купил за 100 гривен домашний настоящий из мясо колбасы а я узнавал сегодня у жены в магазине сколько стоит хорошая колбаса она говорит но если это мясо чуть-чуть есть то гривен 120 130 если такая более менее с мясом а это домашняя не надо ни затрат не надо ни купил голову и то я щековины откинул это со щековин мы будем отдельно там что-то готовить и начиню ее чесноком как-то там в духовке в фольге то есть буду там как-то по-своему что-то придумать со щековины уши я так поел вареные мне нравится это именно по выбирал где одно мясо без жира и вот сейчас попробуем сам вкус какой же вкус меня слюни текут сам вкус вот этой колбаски домашней но она у меня единственная ну где я промазал это без пресса надо было прессами и придавить ну вот вот сейчас греба возьмем и попробуем что она собой представляет домашняя колбаса могу ли я такую купить или нет домашнюю колбаску смогу хлеб вчерашний ну пойдет так ну обычный простой бутербродик а так в школу взять или там на работу кто ходит на работу ну такой бутербродик попробуем интересно самому ну просто мясо свинина чесноком и перцем можно еще горчички сверху передать этот вкус такой колбасы я не не куплю в магазине за такие деньги вот я потратил 100 гривен у меня сколько колбасы и все остались щековины мы бывает ну в основном продаем голову свиной если или просто рубаем продаем как кости или оставляем допустим даем собаке эти кости рублены и попробуем вот эту вот маленькую она видите еще и не выровнена ну да мягковатая но ну ничего на первый раз о вообще колбаска вот и как я понимаю много людей просто идут в магазин покупать обычную там колбасу типа домашнюю или там куриную а можно купить просто свиную головешечку небольшую и наделать сколько домашней колбасы и мороки немного разрубал сварил все мясо все отошло от кости перебрал перекрутил или поломал кусочками нам на любителя кто как любит и выходит сколько колбасы за такие деньги так оно настоящее без всяких там мясокомбинатов вот идет ребенок в школу положили ему бутерброд идет муж на работу положили бутербродик вот как у меня такой бутичек положили все и муж на работе сытый и так же попробуем с горчистой много не надо так чисто для вкуса ну вообще можно хрен и хрен мне нравится ну и горчица хрена просто долго нету красота сколько колбасы за 100 гривен или что буду готовить шиковины в духовке то отдельная тема сколько всего за 100 гривен что такое 100 гривен 100 гривен это 2 пачки фиолет и не надо покупать дорогущие сервилады мармелады домашние с мясом с перчиком чесночком вот так друзья просто я что хочу показать и объяснить что можно дома делать недорогую домашнюю колбаску также можно ее купил голову за косточка за 20 гривен килограмм надел колбасы даже 10 голов надел колбасы и продавая вот готовый бизнес зачем платить во сколько раз больше вот просто и без всяких заморочек как есть да это ну может не совсем правильно я это все приготовил потому что надо было под прессом выжать как то придумать такой длинный типа или пакет или пресс чтобы она хорошо стекла да можем ну это первый блин вообще на будущее я уже понял что оставлять себе головы если не продаваться и делать колбасы колбасы вот сейчас выключу видео сделаю хороший чай и еще доем кусочков несколько и все и пойду заниматься своим делом у меня сегодня перегон поросят сегодня праздник поэтому думаю засниму такой коротенький видосик покажу вам как можно выйти из положения кушать настоящую домашнюю мясную колбасу и за такие копейки Сымпаха не нарадуется и шашлык не надо красотища и шашлык не надо и шашлык не надо и шашлык не надо самое более и шашлык не надо